Партнер показа сеть фирменных магазинов Гефест. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добрый вечер! Добрый вечер! Гомель в студии Сергей Нигеревич И Маргарита Чебукова И сегодня мы окунемся в чарующий мир джазовой музыки А помогут нам в этом музыканты Замечательной гомельской группы Васаби Джазбенд Знакомимся! Станислав Хатьков, гитара Алексей Осипов, саксофон Юрий Горбачев, ударная перкуссия Андрей Васильев, бас-гитара И очаровательная и очень голосистая Юлия Скрипкина, вокал Добрый вечер, ребят! Добрый вечер! К сожалению, сегодня не присутствует еще один участник вашего коллектива Это Алексей Лукьянов Но, может быть, хотя бы заочно немножечко его представим Леша у нас поет, но, к сожалению, он не смог сегодня прийти на передачу Он с нами поет уже, наверное, в нашем коллективе как полгода Тем не менее, состав достаточно полный, чтобы порадовать нас насыщенным музыкальным букетом И вот сейчас вы исполнили музыкальную композицию, которая как называется? Называется Funky Chibis Там, наверное, других слов и я не услышал Да, там других слов нет Это такая джемовая композиция Нам просто нравится с нее разыгрываться Мы ее часто исполняем на концертах Нравится нашим слушателям Мы ее любим просто поджимовать, поиграть Ну, начало в любом случае было приятное, веселое Давайте поговорим о том, что же сегодня, на сегодняшний день Представляет собой группа Wasabi Jazz Band То есть расскажите о концепции группы, о вашем репертуаре немного Ну, на сегодняшний день Wasabi Jazz Band Это коллектив, который исполняет преимущественно молодежную танцевальную музыку Если раньше мы часто исполняли традиционно джазовые композиции То сейчас мы все больше приходим к своим авторским композициям Это танцевальные ритмы Наша музыка стала намного танцевальней, нежели раньше Это связано с тем, что на наши концерты стало ходить больше молодежи А молодежь, конечно же, любит потанцевать, подвигаться Да и мы, собственно, как-то больше тянемся уже к более таким ритмичным, танцевальным, веселым композициям Ну, джаз в названии есть слово джаз То есть только ли джаз вы играете? Или, насколько я знаю, у вас есть же более такие роковые вещи? Да, у нас есть и роковые вещи, и диско, и фанк, басаново, латиноамериканские у нас есть ритмы Музыка разнообразная Само слово джаз просто включает в себя большую палитру джазовых музыкальных стилей Ну, а так мы просто подчеркнули словом джаз, подчеркнули наше направление музыкальное А исполняем много композиций Ну, джаз-бенд, понятно, а васаби почему? Васаби? Все очень просто Мы молодые, энергичные Горячие Но васаби – это острая приправа, да Но этого не отнять, да Да уж, специи у вас хватает Может быть, немножечко окунемся в историю коллектива? Когда все... Как зародился васаби джаз-бенд? Как он рос, развивался? Все началось в далеком 2006 году, когда я учился в музыкальном колледже Соколовского Будучи на втором курсе, мы собрались, объединились с ребятами, с музыкантами Нам было интересно исполнять джазовую музыку, интересно было учить джазовую музыку У нас были потрясающие педагоги И, само собой, так получилось, что уже оставался просто вопрос времени начать играть Мы объединились, начали играть, исполнять Сразу же придумали название И под таким вот, под такой маркой, под таким названием васаби джаз-бенд мы до сих пор и существуем Но вы наверняка ориентировались на каких-то кумиров, джазовых исполнителей Да, конечно, конечно, наши преподаватели привили нам любовь к традиционному джазу, к традиции Кто были вашими преподавателями? Наши преподаватели, наши преподаватели, это, конечно же, Одинцов Юрий Иванович Это тот человек, который вдохнул жизнь в наш ансамбль Именно с его легкой руки ансамбль собрался Он был нашим первым преподавателем Ему огромное спасибо И, пользуясь случаем, хотели бы передать Юрию Ивановичу привет Мы всегда помним Скоро Юрий Иванович организовывает джазовый фестиваль На базе музыкального колледжа Соколовского И мы там, конечно, будем принимать участие и сольный концерт Во время нашей учебы в колледже у нас были потрясающие педагоги Хочется их вспомнить Преподаватель по теории музыки Это Полегинька Ольга Ильинична Преподаватель по оркестру Одинцов Юрий Иванович Преподаватель по специальности Игорь Козырев Гулай Александр Николаевич Это все педагоги, которые, так сказать, помогли нам создать этот ансамбль Помогали нам с аранжировками Были вашими идейными вдохновителями Цыганок, небось, там еще замешан Да, цыганок, но цыганок чуть попозже уже Чуть-чуть попозже колледжу Но составы же менялись, да, наверное Прошло много людей через коллектив, через ваш? Через наш ансамбль прошло очень много людей Это связано с тем, что люди, как правило, добиваются профессиональных каких-то высот И уезжают, поступают учиться в Питер, в Москву, в Минск Ну и к нам приходят новые участники коллектива Вот за 10 лет в ансамбле переиграло больше 40 человек Это вот кто приходил к нам Кто-то одну композицию исполнил Кто-то с нами несколько лет На протяжении нескольких лет принимал участие в коллективе Кто-то месяц, кто-то два Кто-то один концерт всего лишь Ну, я думаю, что пришло самое время подкрепить наш разговор еще одной композицией Сделаем? Да, пожалуй, не мешало бы А какую композицию вы нам сейчас предложите? Следующая композиция называется «Блю Мон» Это джазовый стандарт Вообще джазовый стандарт – это произведения, которые прошли, испытаны временем Да, это джазовая классика, можно так сказать Хорошо Блю Мон С удовольствием послушаем Shedо Blu Moon 이죠 Блю Мон Your summer's standing in love Without a dream in my heart Without a love of my own Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 В общем, я благодарен этому коллективу, потому что это единственный коллектив Гомель, в котором исполняется такая музыка и коллектив, который звучит как есть. Но, насколько я знаю, вы сейчас учитесь в Минске? Да, я сейчас в Минске учусь, в Минском университете культуры и искусств, так сказать, для повышения квалификации. А как вы сыгрываетесь, если вы постоянно в Минске? Мы работаем дистанционно, я пишу какие-то аранжировки, расписываю какие-то партии, ноты, высылаю по интернету Алексею, Леша что-то смотрит, репетирует, приезжает уже подготовленным. То есть аранжировщик в группе вы? Да, преимущественно я. Ну, а, собственно, музыканты такого уровня, что мы можем репетировать где угодно. Это может быть вагон, тамбур, самолет, гримерная. Да, мы можем репетировать в любом месте. Вы прям едете в поезде и репетируете? Да, мы едем в поезде, репетируем. Можем достать гитары неподключенные, репетировать. А бывали какие-нибудь курьезные случаи? Во время таких репетиций в дороге? Вы знаете, нет. Во время дороги. Да, вообще наши поездки это уже курьезные случаи, это всегда все весело. Отдельная история и отдельная передача. Это всегда все весело, это всегда все так, это много юмора, шуток. Мы друг друга всегда подшучиваем, разыгрываем. У нас даже есть свой такой видеоархив наших розыгрышей. Презентаций. Презентаций. У нас есть такая традиция в ансамбле. Кто новый человек, когда приходит в ансамбль, он должен пройти презентацию. Себя презентовать. Презентовать, да. Это рассказать как-то интересно, весело о себе. Оригинально. Оригинально, да. И весь коллектив должен оценить. Одубрить, да. Если это весело, значит презентация принимается. Как шоу «Росмешекомик». А если не весело, вы его скидываете. Да, значит новая презентация, еще не готова. Понятно. Все-таки романтичная у вас жизнь, конечно. Здесь в Гомеле, насколько я знаю, репетируете в ДК Белецком, да? Да, Дом культуры Белецкий. Мы вернемся потом попозже к этой теме. А сейчас хотелось бы немножечко затронуть все-таки еще тему репертуара. Насколько у вас много своих композиций? Или же вы все-таки больше перепеваете то, что уже известно и придумано до вас? Ну, в начале творческого пути мы, конечно же, играли известные джазовые композиции. Потому что нам нужно было научиться играть. Джазовые музыканты, они развиваются и получают опыт не так быстро, как хотелось. Я думаю, что у нас наши этапы развития можно измерять, наверное, так вот лет по пять, пятилетками. Потому что это нужно, чтобы перейти на новую ступень профессионализма, нужно получить большой жизненный опыт. Вот. Поэтому не все так быстро, как хотелось бы. Поэтому вначале мы исполняли преимущественно джазовые известные композиции. Но сейчас у нас уже за плечами какой-то есть опыт, какой-то профессионализм, мастерство. И мы уже начинаем сочинять свою музыку. Поэтому сейчас на данный этап у нас уже, наверное, процентов 80 нашей программы – это собственные композиции. 80. И это в два годика, если мерить с пятилетками. Ну, да. Но все равно мы исполняем джазовые композиции известные, потому что людям всегда интересно услышать какую-то известную композицию, которая написана в далеких 40-х, 50-х годах. Их сложнее, по-вашему, переигрывать? Или что для вас сложнее? Авторские композиции или переигрывать уже известные, сочиненные другими людьми музыку? Конечно, переигрывать сложнее, потому что, когда ты прикасаешься к творчеству выдающихся музыкантов, композиторов, это большая ответственность. Конечно же, переигрывать сложнее. Свою музыку всегда это интересно, весело, не так страшно. С другой стороны, авторские композиции тоже нужно донести так, чтобы они, так сказать, шагнули в историю музыкальную. Чтобы понравились людям. Ну, насколько я знаю, пока только концертная деятельность, да, вот еще пластинку свою не выпускали, там, альбом. Да, пока у нас не было возможности записать альбом, но я уже очень надеюсь, что в этом году мы порадуем наших слушателей записью альбома, потому что у нас уже скопился репертуар, у нас Юлия очень много пишет музыки, у нас уже скопилась для пластинки программа, мы уже начинаем выбирать студии, в которых нам будет удобно работать, и я очень надеюсь, что к концу года мы что-нибудь интересное покажем. Ну что ж, все хорошее наверняка еще впереди, а сейчас, чтобы долго не разговаривать, давайте еще послушаем вашей музыке. Сыграйте нам что-нибудь, и желательно, раз уж мы заговорили об авторском репертуаре, что-нибудь из своего репертуара. Следующая композиция называется «Тендернес», переводится как «Нежность», и звучит она соответственно, это композиция любви. «Вообще с忽 Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Двух тысяч музыкантов-участников, очень масштабный фестиваль, огромное такое событие городского масштаба. Ну, это город Побратим наш? Да, это города Побратим и Гомель. Фестиваль проходит каждый, наверное, год. Да, фестиваль проходит год. И длится недели две, наверное, да? Что-то около 10-12 дней он длится. Вот мы там были 10 дней, у нас было, наверное, по-моему, 8 концертов. Бывали даже по 2-3 концерта в день. В общем-то, весь город превращается в большую музыкальную концертную площадку. Концерты проходят везде. В скверах, на площадях, в парках, в каких-то больших торговых центрах, в концертных залах. Ну, наверное, не все из присутствующих здесь там были, да? Не все, но вот Леша с нами ездил и Юра с нами ездил. Вот мы... Как впечатления? Впечатления остались только яркие об этой поездке, потому что, во-первых, сам перелет, эти все виды... Даже летели на самолете? Да, летели с пересадками. Это просто эти незабываемые виды. Я признаюсь, это мой был первый полет в сознательном, так сказать, возрасте на самолете. Это было просто незабываемо, да, сам вид. Но плюс организация самого фестиваля, это я хочу добавить, что был юбилей, 40-летие этого фестиваля. На полном, на высочайшем уровне нас встречали как самых настоящих мировых звезд и все остальное. Значит, мы с Васаби поиграли... Да, скажем, потрясающий концерт. Мы с Васаби выступили в потрясающем месте, в котором играют только мировые звезды. Это мюзик-холл. В Абердинский мюзик-холл там только фирмачи. То есть там уровень высочайшего класса. И удалось посотрудничать. Мы играли вместе с огромнейшим хором. Там человек около 60, наверное, в этом хоре. Это такая колоссальная энергетика. Это такой обмен вообще творчеством. И мы, и этот хор все вместе в одночасье. Ну, конечно, эмоции вот сейчас перекрывают, даже не вспомнить все, что происходило. Знаем, что Вы также бывали на фестивале в Воронеже, каком-то крупном российском. Ну, вообще многие концертные площадки Вы осветили своим присутствием, так сказать. Ну, наверное, можно подробнее остановиться на истинно вот Вашей теме. Это то, что Вы делаете в Гомеле. Рождественские импровизации. Расскажите об этом, может быть, немножко. Да, это наш самый, так сказать, самый важный концерт. Уже зародилась такая, заложилась традиция. Мы уже четыре года подряд проводим во дворце Паскевича, в Белой гостиной, концерты, которые называются «Рождественские импровизации». Народ с удовольствием приходит на эти концерты. Билеты продаются за уже за две-три недели. Билетов не достать на концерт. В некоторые годы мы проводили даже два дня подряд, потому что не все желающие могли попасть. Очень здорово, что эта традиция заложилась благодаря слушателям. Именно они просили нас повторять эти концерты. Мы, конечно же, с удовольствием их повторяли. Это здорово, и в этом году мы будем продолжать. И сейчас отрывок из вашего выступления на «Рождественских импровизациях-2015». Правильно? Да. Да. И сейчас отрывок из вашего выступления на «Рождественских импровизациях-2015». «Рождественские 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 импровизациях-2015». Продолжение следует... 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 Продолжение следует...